так всем привет хочу представить вашему вниманию сегодня бой между монстр орком и забыл короче кем там но суть то не в этом суть в том что я первого игрока встречаю монстр орка который ставит эксперименты с гномами все-таки я вот эти правила по ограничению там героев за фракции на thunder and steel бы не совсем они но мы вообще не живучие в этом плане то есть как сливную фракцию их берут но с двумя героями по крайней мере сколько я с монстр орком играл против вампиров вот он играл и я вернее играл за вампиров он играл за этих за гномов и очень достойно смотрятся гномы с двумя героями вот ну а сегодня хочу показать вашему вниманию бой вот два тана это вот там такой суровый челябинский тан два тана у него в составе как я уже сказал против орков играет корек 692 игрок противостоит ему играет он за орков ну и интересный такой составы постоянно подбирает монстр орк это уже второй его бой первый бой он мне прислал там против вампиров затащила но там больше пример как не надо играть вампирами вот а вот здесь пример как надо играть гномами скажем так итак это забияки первый ряд 2 это горняки 2 с подрывными зарядами следующая линия опорная мощная представлена она четырьмя гномьями воинами и третья линия у нас гноми воины с тяжелым оружием в количестве четырех кроме этого угадал составом посмотрите 4 автожира два тана ну по крайней мере я считаю что угадал составом он грим железный кулак почему угадал составом поскольку здесь посмотрите очень много кавалерии за орков ну и думаю если бы орки все-таки взяли меньше кавалерии я думаю этот бой они смогли бы затащить скажем так потому что уж слишком много колесниц посмотрите здесь раз-два-три правый фланг это аж три орочи колесницы с вепрями причем вот так же это орочи пацаны на вепрях не самая мощная кава но тем не менее она сыграет вот это вот что интересно и первая линия представлена дикими орками то есть это по флангам центра они стоят берсерки и черные орки в количестве трех вот я так думаю что в этом бою 1 лота точно еще не хватило кроме этого это пацаны ну и в качестве генерала взяли они этого дьявола ближнебойного самого крутого своего грим гор железный железношкур точно вот мне подсказывают ну и что у нас она пытаются просадить орков стреляют ну в принципе возможно как бы маленько да да причем не маленько смотрите как здорово черных орков стылов просадили эти автожиры поэтому может быть как бы это брать автожиры все-таки может быть нужно но посмотрите тоже за орков но вот шпарит он вперед один но чего-то он один там сделает то есть надежда наверное у корыка на то что он скорее всего не заметил он допустим одиночные цели но достаточно эффективно посмотрите и просаживают грим гора этого ну а между тем очень здорово обходит кава поскольку останавливать на правом фланге орков каву гномом просто-напросто нечем и продолжается интенсивный обстрел автожирами посмотрите вот уже одна урща колесница поплыла вторая поплыла то есть возможно стоило не стоило вообще как бы в таком количестве их брать но очень упрямо корык заводит посмотрите как в горку и сейчас я думаю он будет обходить здесь с тылов гномов да скорее всего так да посмотрите вот она это кавалерия идет ну а в ближнем бою здесь почему-то грим гора один на один пошел на гном их война в принципе бы затащить это дело ему одному будет тяжело но здесь черные орки понятно должны они справиться с гномими воинами даже которую с тяжелым оружием ну и на левом фланге очень здорово там противостоит смотрите ничего с этим таном пока дикие орки и пацаны поделать не могут ну в общем то это не те вот два отряда до которые должны вот этот фланг зарулить скажем так и так дает обилку ближнего боя воак здесь и все на свете но опять таки почему-то он уходит и из-под обилки выпадают его отряды и совершенно напрасно но тем временем колесница с тылу зашла и неплохо зашла кава с тылу зашла на этих вот посмотрите на горняков с подрывными зарядами очень здорово зашла так еще один отряд урочек пацанов на вепрях сейчас будет на стрелков я думаю заходить но здесь вот с колесами если кто-то будет возможность ну пояснить еще один тыловой чар шорочными пацанами на вепрях здорово как по гномьим воинам отрабатывает корык что хотел про колесницу узнать здесь же принцип рима 2 или нет то есть то есть их же нужно тащить я так понимаю ну и вот он опять вот это вот дебильная ваховская штука когда отряды больше половины еще в составе они бегут и посмотрите здорово да как заходит сейчас я вот сюда до сборки прям спускаются ворочи пацаны на вепрях слишком долго здесь доформировал свой этот строй ворочек пацанов на вепрях есть только сейчас кидает их на горняков но тоже очень здоровский чарж проходит вообще в целом как бы может сложиться впечатление что чуть ли не под диктовку орков по большому счету да проходит бой вот еще один чарж кавалерии на стрелков очень здорово выбирает цели для своих чаржей кавалерийских корок и посмотрите уже бегут дрожат дрожат уже гномы ну и орки толпами сбегают и толпами возвращаются ну вот ошибка все таки с колесницами все таки я считаю давайте потом после боя посмотрим сколько они набили и очень здорово эти орчи пацаны сносят здесь все таки грим гор наконец-то добирается он до центра гномов и выбивает генерал я думаю сейчас погибнет генерал да погибает лорд гномов но посмотрите на левом фланге все таки там один выстоял второй там на правом фланге тоже выстоял не испугался он не колесниц не черных орков не кавалерии да вот теперь катает посмотрите как вот так и нужно скорее всего катать здесь умирает грим гор и конечно после этого не имея в составе героя оркам будет тяжело хотя численный перевес то пока на стороне орков здесь не так все на то на я так понимаю сейчас на колеса ну-ка что колеса на белка ближнего боя обстрел мы с вами видим да пролетают снаряды и колеса бегут но они уже были надо отдать должное они уже были просажены и так здесь там у нас возвращается ну в принципе такой напряженный бой несмотря на обилие все-таки как кавалерии и на тот момент что очень мало пехоты у орков было которая могла бы противостоять хотя с другой стороны вот в этих танов все деньги в героя уходят и мы не долгобородов здесь не увидели но тем не менее автожиры продолжают отрабатывать и отрабатывают неплохо данный очень здорово посмотрите противостоят они кавалерии очень это интересно не ожидал я такой прыти от них да ну тут задача простая но хотя нет не такая уж простая в общем то нужно убить танов тогда сядут автожиры но если убьешь танов то выиграешь бой ну посмотрите таны стоят они вообще не просели один мал мал еще просел второй-то абсолютно практически целый на очень ловко использует и вовремя вот эти вот способности своих героев монстр орк ну и как результат пожалуйста смотрите автожиры разгоняют остатки уже в ближнем бою поручих отрядов и я тут уже не вижу конечно же шансов для орков ну что ж отличный эксперимент молодец монстр орк да посмотрите таны 74 43 это с учетом того что они обилки давали до своим отрядом которые в принципе не отличились но посмотрите как шикарно просто от отыграли автожиры просто замечательно грим неплохо отыграл ну а здесь мы видели сами ошибки конечно же все-таки грим гор нужно было все-таки против гномов до магия может быть там не так уж сильно на них действует но тем не менее всякие похищения души там я думаю а жак не летающий опять-таки он был бы все-таки достаточно полезен здесь и можно было что-то бы здесь передумать очень здорово кава себя показала удивительно за орков ну посмотрите черные орки просто замечательно я думаю вместо вот этих вот двух диких орков если бы был еще один черный орк я думаю пришлось бы не сладко здесь хотя бы одного тана то точно уже выклеснули ну колеса практически не сыграли но удивляет что очень здорово сыграла кавалерия хотя конечно она убивала стрелков забияк которые вообще ничего естественно не показали не дали им просто-напросто показать да и гноми мут войнам одному отряду тоже шибко они не сыграли ну что ж гуд гейм спасибо за внимание всем пока пока